доброе утро дорогие друзья у нас просто экстренное включение отсчитал деньги проснулся просто быстро умылся и мы с вами едем бензина еле-еле хватит доехать сейчас до макса короче позвонил доставщик он должен был быть завтра послезавтра он не звонил кажется в 6 утра когда он был соседнем штате а я трубку не взял я спал звонит он мне минут 20 назад такой я буду на доставке твоей машиной типа через час у макса она снова таки не заводится не едет ее нужно снять форклифтом поэтому доставляем к максу так я быстро очень помыл и на доставку кстати вот он и звонит сами слышали полчаса и мне получится ехать к максу один в один просто секунда в секунду я вам говорю нервно так дороже машины у меня никогда не было это такой просто риск вы увидите машину и вы все поймете самая новая машина которая у меня была если мне не изменяет память и и полгода назад только с салона продали ой-ой-ой ребят здесь загрузки разгрузки сегодня что это за лайба хонда одиссеи что это такое за машина седушки мне кажется двигали поэтому седушки я думаю рабочие этот цвет это просто разрыв я всегда хотел машину в таком цвете тесла хотел в такой цвет может обтянуть смотрим давайте посмотрим что под капотом мне если честно кажется что на этом моменте меня уже кинули потому что на копорте фотка была сделана вот так сверху и казалось что она была топлена вот так я приложу скриншот по факту она была топлена вот так вот это очень жестко так что там мокро да вода водичка есть у нас есть проекция классно у нас новая приборка самый большой экран ой-ой-ой мне не нравится вон я вижу грязь и меня это совсем не устраивает вот выглядит выглядит плюс-минус чистенько но это пока что истерический смех потому что я не знаю насколько я попал потому что последняя самая последняя пятерка с lc-i оптикой буквально полгода назад она новой была продана в салоне блин папандос одна фара горит вторая нет видите она мокрая и там что-то происходит какие-то телодвижения задняя фара 1 задняя фара 2 ой-ой-ой как все красиво как все нарядно так все работает музыку проверяем так музыка работает так пока что я вижу что она живее чем альфа когда она приехала как мне нравится этот новый экран подогрев руля это была доплата кондиционер все работает сидушки самое главное не работают подсветки работают сидушки не работают о сидушка работает моторчики надо расходить так сказать беспроводные зарядки тут уже я вам говорю тут уже жир дерево вот это вызвал эвакуатор два часа этой машины я доволен вообще все рабочее все классное двигатель просто завести с ним может ошибка по двигателю я думаю там особых проблем не будет скорее всего у ребят стоит x2 слава говорит то есть поменять стартер и она должна по идее завести фара запотела ее просушить возможно починить вот но фара конечно стоит пол почки по каждой эвакуатор купила масло фильтр такого всякого хотелось бы ее оживить вот вот типа она гораздо живее альфа и такой кипиш у меня было по полочкам доставщик должен был быть завтра послезавтра сейчас все просто в кашу какую-то превратилась масло купил доставщик уже две минуты оттуда сейчас надо ехать его скоординировать короче туда сюда обратно непонятно она в нейтралку не ставится потому что в нейтралку можно поставить только если ее завести а завести ее сейчас я не могу я не знаю что с двигателем я не сливал масло ничего не понятно роче сплошные приколы у нас короче место там не совсем много я думал я отвезу альфу на ремонт и заменю ее бмв место ее а сейчас что нам делать это был мучительные наверное минут 30-40 загрузки потому что не снова таки нет сделать как в тойоте или фарде вот здесь вот снимаешь крышечку и переключаешь в нейтралку нужно извиляться нужно получается чтобы не было переключить нейтралку ее поднимать снимать защиту для за тэфовской коробки в бмв искать специальный болт он такой короче должен он должен быть длинный на 10 в альфе такая же коробка стоит и только тогда она переключится в нейтралку короче и мы получается ее на паркинге буду оживлять надеюсь на лучше в пять часов сосед по старым апартам с эвакуатором приедет заберет альфа ромео сейчас час дня то есть он это сделать через четыре часа я сейчас буду копаться с бмв смотреть что да как надеюсь все хорошо airbnb парню звоню не берет пока надо уже подписывать контракт реально время тянем неделями неделями а вы вообще поняли как я вас на крючок поймал к я ее купил сколько полторы недели назад дней пять назад помните мы ездили в дилерскую то есть я уже знал я ее уже оплатил я уже ждал доставку я увидел пятерку которая едет сзади я вам такой о так они мне нравятся мы еще поехали в дилерскую я вам показал говорю ой я еще потом типа говорю у них есть такой красивый народа great цвет а тут об и она приходит прикол да значит 6 сейчас нужно нужно ее вот сюда вот такие дела я не могу понять что он пытается делать что тут странное происходит он уже две досточки под нее подложил в прошлый раз как-то быстрее просто задними колесами спустил вот но так мы делали но вопрос что он будет потом с досочками делать как он хочет их убрать короче вопрос ребром скажем так ого воды ой 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 это все вода да ладно ой как я люблю бмв все идет нормально я на траке еду за насадкой для свечей вот бмв решила выпендриться и сделать под свои спе свечи специальную насадку и и нигде нету обычно она под заказ один единственный магазин имеет ее я еду туда сегодня получается много автомобильного контента давайте в сегодняшнем влоге вопрос от подписчиков короче вы спрашивали расскажи как у вас qr кодами со всеми я вам скажу так во первых кардинально сильно отличается от штатов потому что помимо там закона самого сша у штата свои миллиона законов и там типа если в одном штате супер жестко в каком-то типа все могут ходить вообще без масок свободно тусить на вечеринке устраивать такого плана даже калифорния сама друг от друга разнится сильно вот мы были в лос-анджелесе в лос-анджелесе например в некоторые места не то что без маски без справки о вакцинации от доктора подтверждающий вам вас не впустят заведение уже просто маски недостаточно даже был как-то период когда типа всех прям сильно прижучили и все прям очень сильно за маски говорили но без справок о вакцинации я знаю что если летите куда-то нужна справка о вакцинации точно сейчас же половина людей в магазине без маски ходит и особо никто не говорит то ли потому что сотрудники плюют на правила скажем так уже все устали уже никто не говорит оденьте пожалуйста маску в лос-анджелесе в самом видите пожестче немного но снова таки проверяется это а бы как скажем так я знаю людей из лос-анджелеса которые в фотошопе при фотошопе ли циферки буковки имена или вообще распечатали справку от руки написали а рестораны у них нету оборудования чтобы проверить просканировать что-то еще везде ходят по qr-коду понятное дело если вы куда-то летите и у вас будут спрашивать там они ее будут проверять а я вот недавно столкнулся что мне рассказывали что истек какой-то срок чего-то на полет ребята в фотошопе пока ждали рейс забабахали и по вот этой справке или qr-коду чтобы они не делали их впустили на рейс и они полетели теория это всегда классно но когда большие потоки людей начинают проходить мы сталкиваемся с тем что очень трудно стоять и по 10 минут проверять каждого поэтому все просто верят типа друг другу на слово показал на телефоне пойдет пятерка там порвала инстаграм 150 репостов при том что я выставил три часа назад к я рад что вам так зашла покупка я тоже на данный момент очень рад надеюсь эта поездка в длиной 25 минут того будет стоить не поверите украли ни у кого их нету я забрал последнюю похожую надеюсь попадется табло табло в наборе это всего одна сама по себе смотрите нам с вечерка пришла сертификат то что мы прошли курс вот теперь я могу позвонить и назначить как бы дату встречу и чтобы это не было вот когда я сдам уже официальный как бы экзамен все говорят что он типа супер простой это вот самое простое что вы можете сделать труднее найти в офис вот это вот да все говорят труднее найти офис и труднее пройти инспекцию потому что они приходят и каждый миллиметр вывески типа измеряю плюс вы должны быть видны с дороги ну короче такие вот приколы мы значит вечерком сегодня решили поехать на охотники за привидением мы короче пропустили премьеру из того что сейчас это одно из самого интересного потому что на всем мы были человек-паук кингсмен все выходит типа через неделю-две а мы решили дождливый день не погуляешь ни день ничего вон кстати сегодня дождя не должно было быть я специально рассчитывал на дождь в четверг потому что у меня все вся мебель стояла на улице но как только начало капать я короче занес мне сегодня это мама звонит говорит шо ты я говорю под бмв копать она говорит так дождь идет я говорю так я под бмв мне не капает чувствую с такой же погода я буду завтра копаться мебель для airbnb в безопасности можете не переживать ну и как обычно мы дадим лицензию после фильма решили испробовать кинотеатр который в моле помните я говорил свежий открытый там же короче я узнал что получается почти каждые два года там обновляется аппаратура все и получается чем новее кинотеатр тем лучше звук тем лучше все я имею ввиду модели как с айфонами выходит а то есть если кинотеатру 10 лет то он уже типа не такой свежий не такой новый а этот свеже открытый с новыми сидушками со всем я думаю будет бомба лейла а это какой-то xd смотрите тоже что-то прикольное не крыма все закрыто вы теперь только через дверь можете выйти было короче страшно и интересно я чисто не любитель страшилок я прыгаю на каждом страшном моменте чисто я прыгаю алина меня ловит ситуация типа такая знаете поэтому я не могу объективно поставить оценку чисто потому что я не любитель таких жанров но давайте поставим я думаю ну я думал семерочка из десяти он моментами несуразный но типа посмотреть один раз ну стоит можно я не могу сказать что они типа часто знаете когда делают ремейки старых фильмов типа очень плохо я не могу сказать что они испортили франшизу то есть он довольно неплохой вот как раз на какую-то шестерочку семерочку покатит а мол да пустенный прикольно и и и и